Приветствую, друзья! Российские войска завязли в Украине и несут большие потери. Блицкрик не удался, а нарастить военную группировку без всеобщей мобилизации затруднительно. Путин уже пустил в ход буквально все боеспособные войска, и их не хватает. Тот резерв, который скоплен под Белгородом, как раз сменит тех, кто уже лег навсегда в земли Украины на этой позорной войне. Украинская армия оказалась значительно более подготовленной и мотивированной, чем представлялась Путину и его генералам. Что неудивительно, украинцы воюют за родную землю, за родных и близких, за совесть. Конечно, у Путина остается вариант провести всеобщую мобилизацию и завалить фронт солдатами, не считаясь потерями, как это уже неоднократно бывало в российской истории. Ну, во-первых, боевой дух и выучка такой армии будут далеки от необходимого, и даже если введут смертную казнь, чтобы добавить мотивации для всеобщего призыва, это не изменит ситуацию. Во-вторых, маленькая победоносная война с Украиной затевалась с Путиным, в том числе как элемент его предвыборной кампании 2024 года. Ведь никто же уже не сомневается, что Путин никуда не уйдет. Так вот, всеобщая мобилизация явно не облегчит ему самоназначение на новый срок. Не так много диванных или студийных патриотов будут рады взять оружие и отправиться на фронт. Кстати, об оружии. Не факт, что на длительную войну в российской армии хватит этого самого оружия. И это ставит нас перед вопросом, а что Путин собирается делать дальше? Ну, хорошо, был план А, Блицкрик. Он провалился. Каков план Б? Взять Мариуполь, сохранить оккупацию Херсона, расширить Ордло до границ областей и что дальше-то? Терять людей в бесконечной партизанской войне? Иметь на границе жестко враждебное государство, которое полускрыто вооружается и переоснащается всем НАТО? Это победа? Мы понимаем, что никакого плана Б у Путина нет. Великий геополитик сам поверил в свою пропаганду. О несокрушимости своей армии, о современном оружии. И главное о том, как Украина ждет освобождения от нацистов и наркоманов. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая за силы в Киеве. Но реальность носит свои коррективы. Путин уже месяц утюжит ракетами и бомбами украинские города. Счет погибших мирных жителей идет на тысячи. Миллионы украинцев были вынуждены бежать из своих разрушенных домов. Путин уничтожает Украину, бросает на защистку населенных пунктов кадыровских бандитов и головорезов. Но пока у него не получается сломить волю украинца. А ему очень нужна символическая победа. Он не может закончить эту войну, не выиграв ее. Отсюда возникает вопрос. Готов ли Путин к применению ядерного оружия? Готов ли он нанести ядерный удар по территории Украины или по территории стран НАТО в ответ на военную помощь Украине? И тут надо сделать небольшую ремарку. Ядерное оружие делится на тактическое и стратегическое. Отличия между ними в мощности и способе доставки. Тактическое предназначено для решения локальных военных задач. Стратегическое для масштабного уничтожения военной инфраструктуры и населения противника. Иными словами, стратегическое ядерное оружие – это то самое нанесение неприемлемого ущерба. Это та самая ядерная война и возможное взаимное уничтожение. И главное, применение стратегического ядерного оружия – это гарантированное самоубийство лично Путина Владимира Владимировича. Поэтому готов ли Путин начать полномасштабную ядерную войну, зависит от ответа на вопрос, а готов ли Путин умереть. И я уверен, что он не готов. Вообще диктаторы из разных стран любят позировать военные обстановки, изображать брутальность, бравировать оружие массового поражения. Но вот готовы ли они рискнуть своей жизнью? Не думаю. Слишком они эту жизнь любят. У кого-то жизнелюбие выдает внешний вид. Человек, который так любит поесть, вряд ли готов погибнуть за идею коммунизма. Не знаю, насколько Путин любит еду, но за свою жизнь он точно ценит. Вот мы все помним, как Путин боялся ковида. Сначала облачался в скафандр. Затем от страха два года прятался от всех бункерей. До сих пор его публичные выступления проходят на расстоянии 50 метров от публики. Человек, который так трясется по поводу собственного здоровья, вряд ли готов превратиться в радиоактивный пепел. Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. А знаменитые путинские столы, вот он сидит с Макроном на разных концах пятиметрового стола. Вот Шойгу и Герасимов сидят еще дальше. Я не знаю, боится ли Путин, что его обчихают или стукнут табакеркой, но он явно боится. Сильно боится. У человека, который готов вместе со всем миром сгинуть в ядерном взрыве, не может быть настолько сильно развитого инстинкта самосохранения. Он даже видео свои в бронежилете записывает. Любое публичное мероприятие Путина – это целая войсковая операция. Сугробы дезинфицируют, людей держат на расстоянии, даже возложенный букет забирает специальный охранник, чтобы ДНК нашего бесстрашного лидера не досталось врагу. Но больше всего об отсутствии у Путина решимости умереть говорит его образ жизни. Больше 20 резиденций, 6 яхт – 6. Все эти кальянные шесты для стриптиза, сопровождающие Путина – это позолота, лепни, начательно подбираемая дорогая мебель. Мы явно видим вкус к жизни. Я не говорю, что это хороший вкус, но Путин явно наслаждается роскошью и положением. Он готов к чему угодно, но только не к гарантированному самоубийству. Так что, можно выдохнуть? Ядерной войны не будет? Ну, сам Путин ее не начнет. Но помните, мы говорили про тактическое ядерное оружие? Так вот, его Путин вполне может применить. Путин проигрывает войну с Украиной. Обладая порядково большими ресурсами, он пока ничего не может сделать с боевым духом и самоотверженностью украинской территориальной обороны. И вот тут у него возникает соблазн покончить с сопротивлением одним решительным ударом. Использование тактического ядерного оружия не нанесет критического ущерба украинской армии. Более того, Путин вообще может нанести удар по конвою или инфраструктуре на территории НАТО. Смысл такого удара прежде всего в деморализации противника. Путину важно сломить волю украинского народа и удержать Запад от оказания существенной помощи. И тут вы скажете, стоп! Разве применение даже тактического ядерного оружия не будет означать полноценную ядерную войну? И вот это самый важный вопрос. На мой взгляд, единственное, что останавливает его от использования тактического ядерного оружия, это потенциальная реакция Запада. Путину плевать на гражданские военные жертвы с обоих сторон. Путину плевать на возможную гуманитарную или экологическую катастрофу. Единственное, на что Путину не плевать, это сам Путин. Мы видим, как он любит жизнь, мы видим, как он любит себя. Путин не будет использовать даже тактическое ядерное оружие, если будет понимать, что за этим последует гарантированный ответ Запада. Ответ, который он, Путин, не переживет. И то, чем он сейчас занимается, тестирует Запад на предмет границ возможного. Тестирует, на какой ответ Запад готов, а на какой нет. Ввели санкции, это ожидалось. Арестовали активы ЦБ? Неожиданно. Тут Запад пошел гораздо дальше, чем рассчитывал Кремль. Затем, оказывается, гуманитарная помощь. В Кремле это ожидали. Идут поставки современного оружия. Ожидали, хотя и очень неприятно. Но Запад отказывается направлять свои войска на помощь Украине. Отказывается вводить режим бесполетной зоны в небе над Украиной, во всяком случае силами самолетов НАТО. США и Великобритания отказываются выполнять свои обязательства по Будапештскому соглашению о гарантиях территориальной целостности Украины. Макрон, Шольц, Солтенберг уверяют, что НАТО не вмешается ни при каких условиях. Венгерский недоавтократ Орбан обещает наложить вето на любое решение о противостоянии своему кумиру. И вот тут Путин понимает, что нащупал грань, за которую Запад не хочет переступать. Эта грань на сегодняшний день прямое военное столкновение России и НАТО. И Путин будет этим пользоваться. Надо понимать, он бандит. Это нормальный человек или политик воспринимает мягкий ответ, как пространство для дипломатии и компромисса. А бандит воспринимает как слабость, которой надо воспользоваться. И будет прожимать дальше, пока не получит в лоб. И вот это дать в лоб на разных этапах будет разным. В какой-то момент дать в лоб были санкции, но Запад ввел их слишком поздно. Затем дать в лоб были поставки оружия, но и с этим опоздали. Сейчас Путина может остановить бесполетная зона в небе над Украиной, причем если она будет не просто заявлена, но и реализована всем военным потенциалом Запада. Его может остановить четкое понимание, что на применение оружия массового поражения он получит адекватный ответ. Это означает возможность прямого столкновения сил НАТО и России. Но судя по всему, такое столкновение на каком-то этапе уже неизбежно. Более того, в голове у Путина он воюет именно с США и НАТО. Путин не собирается останавливаться в Украине. Умертворить уступками невозможно. Главное, ведь мир это уже проходил. Да-да, я имею ввиду 1938 год. Давайте не будем злить Гитлера своим сопротивлением, а вот он сам остановится. Не остановился. Пришлось останавливать ценой самой кровопролитной войны в истории человечества. Попытка умиротворить агрессора сегодня может стоить миру гораздо дороже. Как я уже сказал, начинать полномасштабную ядерную войну Путин сам не будет. Но если его не остановить сейчас, то он вполне может прийти к идее использования тактического ядерного оружия для решения военных задач. И вот тогда у Запада останется очень мало инструментов для адекватного ответа. Либо тоже тактическое, либо уже стратегическое ядерное оружие. А это уже полноценная ядерная война, которую Путин, конечно, не переживет, но не переживет также значительная часть человечества. Получается парадоксальная ситуация. Из страха перед российским ядерным оружием Запад избегает потенциального прямого конфликта с Путиным. И тем самым потенциально усиливает вероятность применения ядерного оружия. Что нам делать? Где выход? Нам необходимо установление режима бесполетной зоны в небе над Украиной. Эта мера лишит Путина возможности безнаказанно бомбить украинские города. А также покажет решимость Запада противостоять дальнейшей экспансии Кремля. Я сказал, нам необходимо. И это действительно так. Являетесь ли вы россиянином или нет? Сторонником или оппонентом Путина? Либералом или консерватором? Уже не важно. Если ваши планы на будущее более оптимистичны, чем сгореть в радиоактивном пепле, то в ваших интересах остановить Путина. Путин не готов сам начать ядерную войну, но вполне способен завести мир в ту точку, когда это станет неизбежным. И в наших общих интересах его остановить именно сейчас. Счастливо вам!